Владимир, я насчет здоровья мужчины. Вот вы каждый день ходите, значит, ну гуляете, да, там по 7, по 10 километров, но это для мужчины, скажем, вашего возраста 50-60 лет, это уже как их хватает для поддержания физической формы, да, или как так? Вы знаете, я не напрягаюсь, то есть это для меня не какой-то там, вот знаете, как некоторые перед собой ставят цель, я там должен похудеть, там еще что-то, вот я буду ходить там, нет, я в удовольствие хожу, мне нравится ходить, и вы знаете, когда я хожу, у меня отключается ум, в том числе, поэтому мне приятно... Что делается, когда ходите? У меня отключается ум, когда я хожу или вожу транспортные средства, мне приятно вести стримы с отключенным умом, вот сейчас я с вами разговариваю, у меня ум не участвует в этом процессе. Ясно. Просто рот говорит. Ясно. А ходьба для поддержки, так сказать, здорового тела, потому что она, ну, ну, автор, как, аватар должен двигаться, все равно машина, надо... Безусловно, безусловно, это полезно. Рассказать. Да, это полезно. Можно было бы, конечно, и побегать, но я не люблю обливаться потом и мчаться попердывая. Ну, вес у меня не тот. Может быть, я когда-то полюблю бегать. Ну, сейчас мне это не нравится. Ну, некомфортно мне. А вот ходить комфортно. Нет, бег, бег, он, говорят, я, как сказать, я тоже пожилой, не пожилой, но нормально, у меня 64 года, я уже повторяю третий раз. Ну, я понял, что ты должен делать, что тебе комфортно, а бег вообще, он очень на суставы действует, там, бум-бум. Очень хорошая должна быть и обувь, и, как сказать, и покрытие для бега. Ну, наверное. Я не специалист в области вот этих вот физиологических нагрузок. Просто хожу, и мне нравится. Вот нравится мне ходить. Хожу. Все, понял. Еще, Владимир, насчет мужского здоровья. Вы, значит, скажем так, ну, вот человек уже, скажем там, уже под 60, под 50, как он говорит, не знаю, один живет, ну, а кто-то, как сказать, остался один, жена там ушла, как сказать, куда-то в мир иной или как. Вот. И, скажем, ты не собираешься заводить вот эту семью, тебе одному комфортно жить, и понял, что человек, ну, как сказать, может жить один. Ну, и врачи пугают, что, ну, вот, если ты не будешь там женщиной заниматься там, скажем, как-то один раз в неделю или там как-то два, как-то обязательно уже, как у тебя, как сказать, начнется рак простаты или там, как бы это. Я вам так скажу, что если индивидуум так или иначе испытывает половое возбуждение и не удовлетворяет свое половое возбуждение, то это, безусловно, приводит к каким-то физиологическим изменениям. Другой вопрос, что если разум-то в голове устаканился, то это абсолютно находится в спященном режиме, то есть нету никакого спонтанного возбуждения, не имеет места быть. Когда нужно, все появляется, если это нужно. Когда не нужно, это отсутствует полностью, и тогда никакого вреда абсолютно нет. Поэтому разговоры вот этих вот странных людей, которые называют себя врачами, там сексопатологами, там урологами, еще кем-то, это все это предназначено для того, чтобы людям на уши навешивать лапту. Вот нужно брать и объяснять, как есть. Вот и всего. Так, значит, этот, если ты, ну, потому что, ну как, понимаете, человек так, если устроен, если смотрит на вкусную еду, у него желание появляется, так сказать, аппетит во время еды или там во время наблюдения, так и женщины, они красивые там, можешь возбуждаться и так далее, думать, какие-то мысли появляются. Но если ты как осознанный, ты понимаешь, что ничего нового не найдешь. Заняться сейчас, ходить там, заниматься. Абсолютно. Вот, долгое занимание. Абсолютно. Так и вопрос. Более того, женщины всегда пользуются своими женскими особенностями для того, чтобы в основном улавливать мужчин и их эксплуатировать. В основном, я не говорю, что это делают все. Поэтому разумные мужчины на это все смотрят с большой смешкой. По большому-то счету. Знаете, как я это приводил много раз, этот пример. Могу сейчас еще один разочек повторить, как говорит Фаина Ранежская. Разумный, ну это не Фаина Ранежская, сейчас еще дополню. Разумный мужчина управляет большой головой, а не маленькой. Неразумный мужчина, ну умный, например, у того маленькая головка часто управляет большой. А Фаина Ранежская говорит таким образом. Если встречается дурак мужчина и дура женщина, то это мать героини и отец герой. Если встречается умный мужчина и глупая женщина, то это мать-одиночка. Если встречается наоборот глуповатый мужчина и умная женщина, то это совершенно обычная среднестатистическая семья. Ну и если встречаются умный, разумный мужчина и разумная женщина, то это флирт. Все дело заканчивается легким флиртом. Вот и все. Хорошо, я вам объясню очень по-простому. Поэтому эта функция не является обязательной. Какая обязательная функция? Обязательная функция – вы дышите воздухом. Вы не можете не дышать. Обязательная функция, условно обязательная. Есть такие люди, которые могут не кушать обычную еду. Санциеда так называемая. Но среднестатистически обязательная функция – потребление пищи, потребление воды. Я не беру там исключение из правил. Это обязательные функции. Обязательная функция – сон. Тоже обязательная функция. Но то, что называется спаривание, это не является обязательной функцией, если это не является… это спящая возможность, которая используется ровно тогда, когда необходимо ее использовать. Поэтому утверждение на предмет того, что если вы не будете там трахать все, что вам под руку попадет или хотя бы один раз в неделю, то у вас обязательно случится рак простаты. Это вот у того, кто вам подобные вещи заявляет, у него уже рак мозга случился. Глупости абсолютные. Еще раз повторюсь. Если у вас повышенная возбудимость, и вы с этим ничего поделать не можете, то есть у вас наступает состояние эрекции. У вас… вот вы сидите дома, никаких женщин нету, и вот наступило половое возбуждение, то, что называется. Безусловно, состояние неудовлетворенной эректильной функции в конечном итоге приводит к определенным физиологическим процессам. Да, безусловно, это не очень полезно. Но если вы управляете этим процессом, и у вас ни с того ни с сего, как говорится, не встает вот на ровном месте, то никаких проблем с этим нет вообще. Ясно. Ясно. Ну, ясно. Понял, да. Этот человек, который там говорил, сейчас искать женщину, заниматься с ней, это очень долго. Лучше сейчас посмотреть и все, как сказать, в интернете интересные вещи, и этим всем и заканчивать. Я так думаю, проще всего, наверное… Это абсолютно, абсолютно бессмысленное дело. То есть, если есть возбуждение и эрекция, неважно, каким способом индивидуум удовлетворяет свои половые потребности, правой рукой, левой, или, к примеру, при помощи какой-нибудь женщины. Это не имеет значения вообще никакого. Другой вопрос, что, еще раз говорю, у разумного индивидуума ни с того ни с сего не начинает шляпа дымить, как выражаются некоторые. Если кто знает и знаком, как живут индейцы в прериях, в американских, там у них есть вот эти рекреации, куда их согнали, исконных тех, кто жил на этих американских землях. Резервации. Да, резервации. Апачи там и так далее, у них очень интересно, у них нету ни насильников, ни педофилов, ни извращенцев. У них вообще нету никого, кто имеет то, что называется в простонародье сексуальные отклонения или психические отклонения на условно-сексуальной почве. Нету этого. Почему? Потому что из этого не делается запрет, из этого не делается никакой культ. С малолетства дети прекрасно знают, откуда рождаются дети, что такое половой акт. И это не является какой-то закрытой, скрытой темой, которой надо стесняться. В результате нету никакого избыточного влечения к этому. Понимаете? Ведь как сделать что-нибудь? Как, например, сделать так, чтобы люди потребляли какой-нибудь гадость типа наркотиков? Это надо запретить. Запретный плод, сладок. Если индивидууму начинаешь все рассказываешь, объясняешь, это для этого, это для этого, это вот так, это вот так, все. Никакого интереса к этому не возникает. Точно так же и с сигаретами. Детям курить нельзя. Вот они начинают курить через силу, задыхаются, кашляют, но стараются быть взрослыми. Да, как в этой сказке, во все двери ходить, вот в эти нельзя. Ну, понятно. Вот эта методика, она с давних времен применяется для одурачивания простолюдинок, для одурачивания индивидуумов социальной системы. Ну да, Владимир, это, как сказать, часть игры? Безусловно, безусловно, часть игры. Но, видите, так или иначе, и рано или поздно каждый индивидуум, практически каждый, вопрос в том, сколько жизни для этого понадобится, приходит к очевидным пониманиям. Относительно того, насколько им манипулируют. Или пытаются манипулировать. Знаете, вот я же еще увлекаюсь финг-шуем, вот, и там в финг-шуе тоже посмотрела, вот, 24-й год очень опасный, вот, для юго-восточной стороны. В общем, на юго-востоке нельзя, нежелательно спать, вот, и там вот что-то, там, рабочий стол, допустим, какие-то важные, там, деньги нельзя там хранить. В общем, желательно юго-восток избегать, вот, этот 24-й год, это до февраля месяца, аж 25-го, до середины февраля. У меня немножко другое отношение ко всему этому. Чуть-чуть другое. Ну, я по финг-шую говорю, по поводу финг-шую. Я понимаю. Ну, видите, одни же религии разные бывают, вот, финг-шую тоже определенная религия, это же правила, по сути, которые кем-то установлены, и вы или принимаете, или не принимаете. Вот, кому-то захотелось принять правила финг-шую, он говорит, я принимаю правила финг-шую, а тот говорит, а я не принимаю, у меня свои правила. Вот я куда хочу, туда и сплю. Нет, Владимир, смотрите, вот там не правила, там есть специально лошу, есть компас, который определяет каждый год благоприятные стороны и неблагоприятные, и опасные. Дорогая, вы не понимаете, что такое правило. Когда поймете, что такое правило, тогда... Да, ну, это определяется компасом, где благоприятно в этом году, а какой нежелательно. В общем, Юго-Восток в этом году... У меня к вам вопрос. Вот то, что вы называете финг-шую, это же кто-то написал, правильно? Ну, конечно, да. Вы читаете. То есть есть какой-то добромудр, который сел там с мудродобром вдвоем за бутылочкой виски или там с девинцом, сели и написали там, назвали это финг-штуи, вот и все. А другие написали там Библия, а потом еще кто-то написал там Тора, вот, еще кто-то написал Опаништады, вот, кто-то еще что-то, Регведы написал, да. Вот они все сидят и что-то писут. Для кого? Пишут, да. Понимаете, да? Пишут, что пик-шуй, пять тысяч лет, как существует, да? Вот. Ну, вы знаете, я себя не помню пять тысяч лет назад. Если бы помнил, я, может быть, припомнил бы этого добромудра, который бы сидел и вот сидел и писал вот этот финг-шуй. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Дорогая, вы знаете, я отобычно говорю так. Если кому-то хочется верить в то, что солнце синее, надо ему в этом мешать. Да, конечно, мы не будем мешать. Но согласитесь, что все, что угодно могут преподнести, правда? Я соглашусь, что, конечно, может произойти абсолютно все, что угодно, потому что мы живем в виртуальной реальности. Но с точки зрения практичности тех, кто руководит процессами выпаса двуногого скота на планете, вот подобные финтифлюшки абсолютно не нужны. То есть зачем? Им нужно дать быдло хлеба и зрелищ. Вот и все, что нужно, потому что никто ни о чем не хочет думать. Все думают только о том, чтобы была крышка над головой, кусок колбасы в пасте и чтобы была теплая пися рядом под боком. И все, больше ни о чем не думают. Основная масса именно этим живет. Это основные базовые потребности среднестатистического индивидуума, вот такого вот, который находится на базовом развитии. Получат то, что заслужат. А все получают, что заслуживают. Это по-другому не бывает. Во Вселенной все-то именно так и устроено. Каждому свое. А свое не каждому. Я пытаюсь заказать у вас консультацию, пытаюсь заказать. Я даже не могу заказать консультацию. Почему? Вселенная против. Я вот пытаюсь и так, и сяк, и этак заплатить. Ну, я в Румынии нахожусь. Тут нету Western Union. Пытался через Western Union. Потом там пытаюсь через другое PSP. PSP у меня тоже не получается. Три раза. Ну, в общем, короче, Вселенная против. И я тут только-только вот думаю, ну, раз Вселенная против, значит, наверное, мне надо напрямую с вами связаться. Я только захожу, смотрю, у вас идет стрим. Я включаю буквально через две минуты, и вы меня вот говорите, давайте разговаривайте. Представляете, Владимир? Да, Владимир, никаких сложностей, поэтому ничего платить не надо. Задавайте любые вопросы по здоровью тела, которые хотите, а я, если возможно, сейчас отвечу вам. Прямо всему научить. Владимир, смотрите, у меня розаиция. Розация, да? Розаиция? Розаиция, да. Да, да, да. Вот. Я вот тут как бы в Германии, вот это был у доктора, он мне вот это, ну, точно сказал, говорит, у тебя именно вот это заболевание. И как бы пытал, ну, выписывал какие-то антибиотики, мази, мазал, ну, ничего не помогает. Оно, я так понял, пока вот питаясь более-менее, оно там немножко лучше, питаясь хуже, оно хуже. Ну, как бы вот, хочу, чтобы вы мне назначили лечение, и буду по-вашему, вот эти семь ангелов, ну, все делать правильно. Владимир, смотрите, что можно сказать по этому поводу. Буквально сегодня или вчера было два вопроса по поводу розаиции. Я не знаю, вы это писали в группе, которая, которой я отвечаю по консультациям, там тоже есть безоплатная группа. На что был ответ, что на текущий момент разработанного курса по розаиции нету. Но, исходя из того, что вы уже третий, кто подал запрос, я так понимаю, скорее всего, третий, кто подал запрос за последние три дня, то в ближайшие, может быть, неделю-две такой курс появится. Для этого, конечно, мне необходимо произвести определенные действия, получить информацию трансцендентным способом. После этого я составлю курс, и после этого Оля и Юля его опубликуют на сайте, и уже будет для всех он в свободном доступе, не нужно будет ни на какие консультации записываться, можно заходить, брать и пользоваться. Пожалуйста. Отлично, Владимир. Владимир, еще один вопросик хочу для себя уточнить. Владимир, смотрите, мне было лет 14, и, знаете, приседаешь, приседаешь, потом тебе давят на грудак, сзади сонную артерию тебя пережимают. Но это мы так баловались в детстве. И ты, получается, такой мультики, мультики, ловишь мультики и теряешь сознание. В общем, я, получается, как-то потерял сознание или что, и видел себя со стороны где-то с 3-4 метров высоты. Ну, вот свое тело видел, и, получается, там, как вот меня откачивали, там, за бутылкой там парень побежал, как бы, ну, просто помню эту ситуацию. Это что вот, это как вот душа отлетела, да, или как это, что это было? Не душа, не душа. Давайте сразу пропишем, сейчас определимся и синхронизируем концепции. Душа – это понимание умом своей нематериальной природы. И нематериальной природы всего, что мы с вами наблюдаем вокруг. По сути, проявление души называется удухотворенностью. У каждого индивидуума есть две основные вещи. Ну, конечно, так, не совсем правильное слово – вещи, да, но тем не менее. Значит, первое. По сути, вещи, да, потому что это материальные объекты. Один из этих материальных объектов является плотным телом, у которого есть мозг, и запущена в этом процессоре биологическом программа под названием ум. Это логическая система. Ум предназначен только для выполнения логических операций. Также он является приемопередающим устройством, которым запущена операционная система. Операционная система – это сознание, по сути. То есть вот то, что мы осознаем. Дальше. Кто смотрит через наши глаза? Это индивидуальность. Индивидуальность – это тоже объект, но очень малой плотности. То, что мы называем как бы из мира загробного. На самом деле это не загробный мир, это мир монадический. Потому что еще менее плотный мир, из которого состоят атомы мира монадического – это единое целое. То есть океан энергии, как в фильме Люси. Вот есть океан энергии безграничный. Это как внутри процессора компьютерного. Там же нет просто энергии в чистом виде. Эти энергии, они распределяются и внутри энергетического океана есть математические алгоритмы, которые описывают качества и свойства тех объектов, которые мы визуально можем видеть в мониторе. Но мы всю эту игру смотрим не на мониторе. Мы ее смотрим в своем сознании. Но тот мир, который мы с вами феноменально наблюдаем, не является таковым. Это уже на сегодняшний день доказано. И можно ознакомиться с этими доказательствами, если есть такая необходимость, доказательства иллюзорности этого мира. Поэтому все, что мы с вами воспринимаем, является по сути иллюзией, включая наше собственное тело. Но у нас нет никакой возможности, кроме определенных нюансов, с которыми и вы столкнулись также в этой жизни, посмотреть на то, что все это устроено несколько не так. Вы, по сути, увидели одну из плотностей, в которой у вас есть физиологическая оболочка. Но если вы зададитесь вопросом, а кто же смотрит сны, когда ваша физиологическая оболочка спит? Некоторые ученые умы, которые надели на себя разного цвета халаты, называют себя учеными и повесили различные бумажки в рамочке в своем кабинете, что вот это я профессор, а я, говорит, академик, я, говорит, главнее, чем ты дурак профессор, академики главнее. Поэтому я тут решаю, кто дурак, а кто умный. Я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак. Вот сказал, что вот так, значит, вот так. Понимаете, как научный мир устроен? Научный мир вообще устроен так, чтобы простолюдины думали по поводу того, что им надо думать, и чтобы они не знали того, чего им знать не надо. Потому что если все будут знать то, что знают знать, то тогда знать перестанет быть знатью. Тогда они потеряют власть. И вся вот эта вот комедия, трагикомедия, которая случается и которую мы с вами здесь наблюдаем воочию, она перестанет иметь смысл. То есть вот эта площадка, которая, по сути, является неким полем для прохождения лабораторных работ нашего индивидуума, индивидуум не пола, это то, что смотрит через ваши глаза, оно интегрируется с разными телесно-умственными аппаратами. Вот в этой инкарнации, в этом пространственно-временном кластере, ваша индивидуальность интегрирована с Владимиром, с которым мы сейчас вербально разговариваем. В следующей инкарнации, которая может, кстати, случиться в прошлом относительно текущего пространственно-временного класта или в далеком будущем, это может быть уже не Владимир, это может уже какой-нибудь Синчунпонг, к примеру, или кто-нибудь другой женского или мужского пола, не имеет никакого значения. Слово черное, слово белое, вообще понятия добра и зла, они исключительно субъективны, потому что, ну, вам нравится, к примеру, там, Иоганн Себастьян Баха, вашему соседу Филипп Киркоров. Вот, понимаете, обувинки, кто нравится, Филипп Киркоров или Бах? Вы считаете, что Бах – это классика и зашибись, а тут, говорит, вообще говно какое-то невероятное просто. А вот Филипп Киркоров – это зашибись. Понимаете? Поэтому хорошесть и плохость – это субъективное суждение всего лишь. Не может быть так, что в мире есть только хорошие люди, а плохих нету. Это невозможно. Точно так же, как невозможно, чтобы длинное было без короткого. И если одно понятие мы уберем, второе исчезнет автоматически. Это как спины в квантовой физике. Поэтому проживать жизнь чернокнижника ничуть не хуже, чем проживать жизнь там белого мага какого-нибудь. Да? Ну, опять-таки это чисто условные концепции. Мы получаем определенный опыт. Да, этот опыт может больно отзываться на наших задницах. Особенно, когда мы делаем скверные вещи по отношению к другим. Но вопрос заключается не в том, что мы делаем. А вопрос заключается основной в том, что мы извлекаем в результате, какое понимание мы извлекаем из-за всего этого. Вот что имеет действительное значение. Понимаете? Да, Владимир. Если вы кому-то слишком сильно нагадили в этой жизни, вы себя вините, перестаньте себя винить. Все то, что случилось, оно случилось. И если вы пришли к окончательному пониманию относительно того, что это неверное решение. Если вы, конечно, занимаетесь активно-созидательную позицию в этом мире, да, в текущей инкарнации, то в этом случае вы смотрите на все происходящее. Я прошел определенный опыт. Творец, великий архитектор вселенной. Как же я тебе благодарю, что ты меня провел такими тернистыми путями. Я совершил все вот эти действия, которые нехорошие, на мой взгляд, неверные действия. Относительно неверные. То есть я для себя сделал вывод. Больше мне этого не надо. То есть я больше так в жизни не поступлю. Я буду поступать иначе. Это называется окончательный вывод. То есть когда человек меняет свое мировоззрение. Это, конечно, изменение мировоззрения в первую очередь по отношению к себе. И как следствие это изменение мировоззрения по отношению к окружающим. Некоторые думают, что можно изменить свое отношение к окружающим. На самом деле это всегда изменение отношения к себе самому. Просто некоторые этого не понимают. От некоторых это скрыто на подсознательном уровне. Но невозможно измениться по отношению к другим, не изменившись по отношению к себе. Это всегда так. Это основа психологии. Я вам больше скажу. Абсолютно все является игрой. И то, что вы считаете реальным, реальным не является. Но у нас нет никакой другой возможности. И даже Соломон в экклезиасте написал, что мы люди и должны оставаться людьми. То, что были в Кустане, это написано другими словами. У нас нет никакой другой возможности. Да, мы можем периодически подглядеть, что этот мир не такой, как есть. Но мы рождены как люди, как человеческий форм-фактор. И мы проходим определенные испытания как человек. И не нужно желать чего-то большего. Потому что то, что у нас есть, сначала надо научиться ценить. Как только мы начинаем ценить жизнь, мы понимаем о том, что больше ничего особо-то и не требуется. Этого достаточно. Здравствуйте. Владимир, скажите, пожалуйста, у меня тут назрел вопрос. Вот небольшая предыстория. Вы знаете, я когда-то давно прочитала книгу. Ну, я кратко, может, вы о ней не слышали. Я автор тоже могу ошибаться. По-моему, Пол Ньюман. А название что-то типа «Путешествие души». Вот. Майкл Нью... Майкл Ньютон. Да, да, да. И у него трилогия есть. Да, да, да. Вот, вот. Майк Ньюман, точно. Он же доктор, да? Ученый. Одну секундочку. Одну секундочку. Правильное имя – Майкл Ньютон. Называется «Путешествие души». «Жизнь между жизнями» еще есть. Вот. Да, да, да. Я и ту, и ту читала. Угу. Вот. И он же... Эти же книги, они же основаны на записях... Он же записывал своих пациентов, да, которые пережили клиническую смерть. Вот. Да, он регрессолог. Регрессолог, да, вот. И как раз там получается этот момент, который, ну, не прошлые жизни, а именно вот сам момент смерти, и как это все происходит. Люди вот рассказывали вот в самый момент смерти, то есть, ну, и дальше. То есть, это не прошлые там жизни, не будущее. И я вот, когда прочла эту книгу, она вообще очень на меня большое такое влияние оказала. Вот просто, ну, если этому всему верить же, да, и вот как бы, ну, прямо как-то так даже и умирать не очень страшно становится. Ну, вот если кто боится. Мы это так много раз делали, просто забыли об этом. Ну, я не знаю, у меня просто было какое-то с детства еще, вот лет, мне буквально было там 5-6 лет, вот совсем еще ребенок. Кажется, вообще, даже и по идее, и слово смерть, и знать не должен ребенок. Ну, я и не видела ее. Но у меня почему-то какой-то был вот страх такой все время с детства. Прямо я как подумаю, что вот, и мне прямо что-то аж вот прямо как плохо становилось. А потом как-то уже, ну, с возрастом понятно, что нет. А когда эту книгу прочитала, так прямо как-то, ну, в позитивном, там, в позитивном ключе написано. И, в общем, так, нормально. Ну, и вопрос какой? Я же задалась, думаю, ну, какие все-таки есть вот регрессологи, да, вот эти люди, вот такой гипноз. И что-то мне вот захотелось, чтобы меня саму подвергли такому гипнозу. Я вот пыталась там найти кого-то, таких гипнотизеров. Ну, я, в общем, никого я не нашла. Ну, и вообще я особо не гипнабельный человек. Ну, или, может быть, просто не попадались такие грамотные гипнотизеры. А потом как-то к нам в город приезжала одна женщина, и, ну, ее хвалили по отзывам, что вот она тоже, типа, ну, она в прошлой жизни. Она не именно вот этот момент смерти, а именно она просто вот в прошлой жизни погружает. И ходили к ней мои знакомые, и прямо хвалили, и действительно все эффективно. Я к ней тоже пошла. В общем, она со мной мучилась, 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 мучилась. В итоге сказала, что, ну, не поддается человек, не гипнабельный. В общем, говорит, давайте попробуем, ну, через меня, я, говорит, буду как проводником там, посмотрю, что у вас как, какие-то вопросы там, что-то. Ну, это же, опять же, с ее слов, это же то, что она, она же может наплести что угодно, да, и там верить или не верить. Ну, и она там рассказала, что-то она там говорила, я даже где-то записывала, что там какие-то я там изначально в Китае, то ли я жила там в прошлой жизни. Ну, вот это, что в Китае, вот это было интересно, потому что у меня как раз бабушка, ну, незадолго до этого посещения, я как-то со своей бабушкой беседовала, ей было на тот момент, ну, 90 там с хвостиком лет, сейчас ее уже нет в живых, и, ну, она, конечно, не была ни за границей никогда, нигде ничего, как все наши бабушки такого возраста. И я спросила, говорю, ну, хотела бы ты куда-нибудь, вот вообще, если бы сейчас такая возможность была бы, она говорит, ой, нет, что я там не видела. Ну, единственное, говорит, место, куда бы я хотела бы, это бы вот если бы в Китай, да, вот это единственное место. Но я как-то удивилась, думаю, что Китай именно, ну, ну, говорит, не знаю, вот почему-то в Китае меня вот прям тянет. А тут она тоже сказала это, что Китай, я думаю, ну, может, что-то в этом есть. Ну, вот у меня вопрос в связи с этим такой, вот почему одним людям, ну, я и после этого, у меня и год назад был опыт, тоже там подруга моя, которая ни во что не верит, и там ей кого-то посоветовали, тоже подключилась и говорит, ой, ну, действительно, говорит, вот прямо она там что-то увидела. А она меня, со мной она тоже билась, 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 ничего не получилось. И вот такой вопрос, вот почему одним людям как бы дается, да, вот увидеть там, ну, хотя бы прошлые жизни. Ну, пусть какую-то часть, я там допускаю, может, я там какое-то преступление совершила там или еще что-то такое сделала, что мне, может, и не надо это и знать, а то, может, это будет травма для моей психики, да, там, мало ли, может, я там маньяком была каким-нибудь. Ну, все равно, у меня же не могут все прошлые жизни быть исключительно из там негативных моментов, все равно, ну, что-то там, хоть что-то. А почему тогда вот одним людям дается вот это увидеть, а другим людям, ну, вот вообще никак, вот никак не дается увидеть вот эти прошлые жизни или что-нибудь вот из этого. Это вот почему так? Потому что ложка всегда дается к обеду. А это когда у меня обед был? Я пропустила или он еще не пришел? Возможно, что у вас обед, обед у вас еще, возможно, что не состоялся. А, еще может быть, да? Ну, не факт, что он и не состоится, и у всех по-разному. Здесь не обязательно использование каких-то чудо-гипнологов. Вы можете самостоятельно изучить этот вопрос, это называется самогипноз. Есть такие технологии. Ой, да это, наверное, сложно. При помощи КАП, ну, нет, почему это сложно? Если вы намерены чего-то достичь, берите и делайте. А если вы говорите, сложно, ну, сидите на печи. Нет, а есть такое, я просто не слышала, есть такие типы, да, самогипноз? Конечно, есть. Да, в том числе... А любой человек может обучиться? Ну, вы задаете бессмысленный вопрос. Почему? На который у меня не может быть ответа. Вы говорите, любой ли человек может обучиться? Ну, это бессмысленный вопрос. Потому что, конечно, не любой. Кто не хочет, не будет. А, ну, это да, согласна. Если правильный вопрос такой. Существует ли у каждого человека потенциальная возможность? Ответ – да, существует. Угу. У кого-то больше, у кого-то меньше, да? Угу. Ну, не совсем правильная трактовка, опять, у кого-то больше, у кого-то меньше. Это зависит от некоторых параметров. Например, чем больше вы хотите чего-то достичь, тем больше вы жаждете чего-то, тем меньше вероятность того, что вы это вообще получите. А, да, есть такое дело. Ага, когда чего-то сильно хочешь, это точно есть такое, да. Конечно. Поэтому самый правильный способ – определили вектор движения, куда двигаться своим желанием. Плюнули на все это дело, так, катись оно колом куда угодно. Но все равно двигайтесь в нужном направлении. И получите то, что вам надо. Ну, без этого, без фанатизма, без зацикленности, да. Без фанатизма. Фанатизм, зацикленность – это всегда приводит к тому, что вы выделяете избыточную энергию, эту избыточную энергию с вас забирают, и вам дают еще поводов понервничать побольше, и пожелать побольше, да, и дразнить вас. Видите, как конфетку показывают, как девочки. Говорят, вот конфетка вкусная, он говорит, сейчас сам с ножом жировать, и потом фандик дам. И еще один вопросик. Вот точка входа, точка выхода, да, ну, дата рождения, дата смерти, то, что сразу предопределено, да. Получается, точка входа, точка выхода уже заранее предопределено, а вот то, что между ними, разные события, ну, там даже какой институт человек поступит, либо же там не в институт, там сколько детей у него будет или не будет, сколько там женится раз или же не женится. То есть вот это все вариативное, да, вот эти все, что внутри, это, ну, заранее ничего там. Свободная позиция, оно существует все. Это очень сложно понять умом. Оно все существует в многовариантности. Все одновременно существует. Все варианты развития событий, их бесконечное множество. То есть это квантовая позиция называется. Для того, чтобы это понять, нужно немножко изучить квантовую физику. Почитаю Бейзенберга, к примеру. Ну, не немножко, а усердно, надо сказать. И тогда математически можно понять, как это происходит. Ну, да, ну, то есть просто много разных вариантов, а там уже как у человека чего-то уже зависит, да, как у кого. Да. Как пойдет. Получается, направо, наверное, одна история. Да, чуть-чуть вправо-влево уже и другая совсем ситуация, и все по-другому сложилось бы. Ну, существует такой вариант, где вы президент Нигерии. Но он очень маловероятный. Ага. И оно тоже существует, да? Да. Потенциальная возможность имеется такая. У любого человека? То есть у любого, да? Конечно. Конечно. У любого, да. Здравия тела и ясности ума. Аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok